Обсуждали сегодня с одним хорошим человеком, что такое благословение, что такое проклятие и как можно проклятие обратить в благословение. И я вспомнил одну такую хорошую фразу моего раввина, она мне очень нравится, что такое вообще благословение, что такое проклятие. И вот мой раввин Исраэль, он сказал однажды нам так во время урока, что проклятие это когда не работает, не срабатывает даже то, что обычно всегда получается. А благословение это когда все работает и происходит вопреки всему, вопреки всем препятствиям. То есть благословение это когда прет и получается даже несмотря на удивительные препятствия и вопреки каким-то плохим обстоятельствам. И проклятие наоборот, когда ты знаешь, что это всегда работало, или у всех это работает, или ты знаешь, что ты умеешь что-то делать и все равно ничего не получается, как бы ты ни старался. Ну и вот вопрос такой, как же преодолеть проклятие, потому что наверняка каждому из нас знакомы какие-то трудности. И бывает, что там у кого-то успех, например, в семье, но нет успеха в работе, или есть успех в работе и в семье, но проблемы со здоровьем, то есть или все хорошо, например, но трудности с детьми. И вот как бы все равно каждому из нас знакомы такие вещи, которые можно назвать или проклятием, или трудностями, вещи, которыми мы бьемся, бьемся и никак не можем решить много лет. И я вот предлагаю вам такой фрагмент из книги Еремия на иврите Еремиягу. Еремиягу довольно известный кусочек, но давайте его разберем вместе. Значит, сначала полностью прочитаю. Это 15 глава Еремиягу с 15 стиха до конца главы. «О Господи, Ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, отомсти за меня, гонителям моим, не погуби меня, подолго терпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу и поругание, обретены слова Твои, я съел их, и было слово Твое мне в радость, веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже, Цваот. Не сидел я в собрании смеющихся, не веселился, под тяготеющую на мне рукой Твоей сидел я одиноко, ибо Ты исполнил мне негодование. За что же так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как обманчивый источник неверной водою? На сие так сказал Господь, если Ты обратишься, то я восставлю Тебя и будешь предстоять пред лицом Моим. Если извлечешь драгоценного изничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним. И сделаю Тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против Тебя, но не одолеют Тебя, ибо Я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь. И спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от притеснителей. Чем интересен этот отрывок? И я к этому отрывку сам обращался много раз, когда встречался с какими-то трудностями, и спрашивал у Бога, что же мне делать, и вспоминал вот этот именно отрывок. Какая ситуация? Мы имеем пророка, то есть человека, который, во-первых, уже по умолчанию праведник, то есть он знает Тору, он знает заповеди, более того, он на уровне выше, чем этот находится, потому что он близко знаком с Богом, он хорошо его слышит, он его пророк. То есть он даже не стесняется себя называть пророком и говорить, что Твое имя наречено на мне, потому что я несу Твое слово, за Тебя я несу поругание. И вот даже у этого человека есть трудности в жизни, у него есть личные проблемы, несмотря на то, что он так близко к Богу и так тесно общается с Богом, и даже хорошо его слышит и является его пророком. И поэтому он говорит, за что так упорно болезнь моя, рана моя так не исцельна, что отвергает врачевание. Отвергать врачевание – это значит, что ты вроде и делаешь все, что нужно, и пытаешься лечить эту рану, или решать какие-то жизненные проблемы, и делаешь то, что от Тебя возможно, все, что возможно от Тебя, ты делаешь, предлагаешь этой проблеме, этой ранее врачевание, и она отвергает, то есть исцеление все равно не приходит и не наступает. «Неужели ты будешь для меня как обманчивый источник, как неверная вода?» То есть обманчивый источник в пустыне, ты видишь этот мираж и идешь к нему, и оказывается, что это был не настоящий колодец, не настоящий оазис, а он где-то намного дальше, и ты продолжаешь идти к нему. То есть Бог дал свои обещания в Торе о том, что если ты будешь служить Ему, любить Его от всего сердца, служить Ему всем сердцем, всей душой и силой, то у тебя все будет хорошо, но как будто бы Бог обманчивый источник, и эти обетования недостижимы. И на это, интересно, Бог отвечает. Он говорит, если ты обратишься, то я восставлю тебя. То есть, несмотря на то, что ты пророк, у тебя есть вещи, в которых тебе нужно исправляться, если ты обратишься. Это слово, которое на иврите «обратишься» в русском, это аналог слова «покаяние». Хотя, конечно, мне слово на иврите больше нравится. Если ты обратишься, то есть даже если ты по отношению к другим людям пророк и праведник, ты можешь себя сравнивать с другими людьми, но, послушав Бога, есть к тебе свои личные требования, и тебе нужно сравнивать себя с собою, с тем, каким ты был раньше и какой ты сегодня. То есть тебе есть куда расти, тебе есть где исправляться, тебе есть в чем совершенствоваться, в чем тебе нужно приложить дополнительное усилие, чтобы служить Богу, чтобы быть верным Ему, чтобы исправлять свои какие-то ситуации в жизни, работать над собой. Поэтому тебе нужно обратиться на своем уровне, говорит Бог пророку, несмотря на то, что ты пророк, несмотря на то, что ты праведник, и тогда я тебя восставлю, тебя. Приложи дополнительные усилия. Тогда будешь предстоять перед лицом моим. То есть перед лицом предстоять, это как будто бы приближение к царю, когда тебя ввели перед престолом царя, тебя приблизили к царю, в его присутствие ввели. То есть это положение человека, которого царь облагодетельствовал и как бы привел его в свой круг, во двор ввел. А если извлечешь драгоценное, изничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. То есть тебе не надо будет искать ответа у Бога и спрашивать его помощи, и говорить, объясни, и помоги, наставь, направь, потому что ты будешь понимать, как тебе действовать. И, возможно, до того, как ты задашь Богу вопрос, тебе уже будет приходить ответ, ты будешь видеть ясную ситуацию или видеть его сверхъестественную помощь. А если извлечешь драгоценное, изничтожного, то есть даже пророку, даже человеку, который хорошо слышит Бога, нужно прилагать дополнительное сверхусилие и нужно извлекать драгоценное. Есть нечто драгоценное, что он пропускает в своей повседневной жизни, потому что Бог постоянно говорит с нами, с каждым человеком. Бог постоянно обращается к каждому, и тем более к пророку. И ему нужно не просто продолжать слышать Бога, как он пророк, и он его слышит, но этого недостаточно. Нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы даже из вещей, которые ему кажутся повседневными, может быть, ничтожными, все равно извлечь из них нечто драгоценное. И тогда Бог обещает, что ты будешь знать ответы заранее, тогда мои уста будут сами обращаться к тебе, тогда я сделаю для этого народа крепкую медность иною. То есть у него была проблема с людьми, которые не принимали его пророческого статуса и делали всякие проблемы, и проблемы ему доставляли, и козни чинили. То есть ему нечего будет бояться. Если он излечет драгоценное из ничтожного, они будут ратывать, но не одолеют. То есть ты не будешь бояться противников, ты не будешь бояться проблем. Ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять себя. То есть спасать это, помогать и избавлять это, значит, вытаскивать из проблем, вытаскивать из опасности, просто убирать суверенным каким-то действием свыше, убирать проблемы и трудности, которые тебе встречаются на пути. Спасу тебя от руки злых, избавлю тебя от руки притеснителей. И вот я думаю, что это один из способов преодолеть проклятие, потому что мы видим, что в жизни пророка была вот эта трудность, с которой он никак не мог справиться, он называет ее неисцелимой раной, которая отвергает врачевание. Что бы он ни делал, рана не принимала врачевание, эта проблема не решалась, несмотря на усилия, которые он прилагал. И решение для преодоления этого проклятия было извлечь драгоценное из ничтожного, это было обратиться, то есть приложить сверхусилие, дополнительное усилие для того, чтобы исправиться, вырасти над собой, не сравнивать себя с другими людьми, но увидеть, в чем есть наставление Бога для тебя лично сегодня, и извлечь драгоценное из ничтожного, потому что Бог с нами говорит постоянно, все время, и не пропускать того, когда Бог нам говорит. Здесь, в голове, в сердце, говорит через других людей, через все обстоятельства. Есть такая хорошая фраза, что любая ситуация в жизни – это разговор Бога с нами. И есть еще другие фразы, что каждый человек на нашем пути – это наш учитель. Можно воспринимать каждого человека, каждую ситуацию, как учителя, и постоянно задавать вопрос, что Бог мне говорит через это или через это. Тем более, когда в нашей жизни встречаются какие-то очевидно, не случайные обстоятельства, которые мы не можем объяснить, когда событие повторяется, например, с точностью до каких-то деталей, когда что-то дублируется, когда происходит, может быть, даже дежавю, не хочу уходить в какую-то мистику глубокую, но и о том, что имеет смысл размышлять во всем жизни и воспринимать обстоятельства вокруг, как разговор Бога с нами. Я думаю, что это один из способов преодолеть проклятие, извлечь драгоценное из ничтожного. Всем успеха и всех благ!